Тереза Мэй 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 Думаю, ее не покидала мысль, почему все-таки протокол Белого дома неправильно написал ее имя, Тереза. Одну незвучащую букву, H, после первой T пропустили. Говоря о британском премьере, до кучи хочется напомнить и про британскую вещательную корпорацию, BBC. Не перестаю удивляться, с какой охотой они подтверждают свою дурную репутацию. Помните, как на своей первой пресс-конференции президент Трамп назвал сначала CNN лживыми новостями, а сразу потом, когда встал журналист от BBC, и ему тоже перепало, мол, еще одни красавчики. Свою дурную репутацию BBC еще раз подтвердили на этой неделе, когда в профессиональном обзоре прессы, который распространяется по подписке на весь свет, обвинили наш телеканал и программу «Вести недели» ни много ни мало в расизме. Противоречивый российский телеведущий Дмитрий Киселев вновь использовал свою телепередачу «Вести недели» для того, чтобы сделать российский выпад против бывшей первой семьи США. Рассуждая на тему внешнего вида Мелании Трамп на президентской инаугурации, Киселев резко высказался в адрес Мишель Обамы. В день инаугурации Трампа Мишель в своем платье с коротким рукавом рядом с Меланией выглядела, как ее неизвестно, почему оказавшаяся здесь домработница, только что снявшая белый фартук, заявил он своим зрителям. На Западе он считается главным пропагандистом Кремля. Послушайте, это цитата из нашей программы в прошлое воскресенье. Но ведь расизм гуляет, судя по всему, внутри Би-Би-Си, в головах тех британских журналистов, кто пишет такие тексты. Ведь мы в прошлый раз говорили о разнице в стилях модельеров, шьющих наряды для первых леди США, бывшей и нынешней. И именно приталенное платье немаркого цвета, с воротником под горло и коротким рукавом мне показалось странным для инаугурации, словно с него только что снят белый форменный фартук. Вот и смотрелось по этому Мишель, как домработница, рядом с изысканно одетой к случаю Мелании. Причем здесь расизм? Ни о чем другом речи ведь не шло. Напомним, тот наш фрагмент. На смену Мишель приходит Мелания. Для нее это тоже была премьера и, надо сказать, удачная. Начиная с эффектного голубого костюма во время самой церемонии инаугурации, продолжая белым платьем, обмежающим плечи для праздничного бала и заканчивая облегающим черным двубордным пальто, в котором Мелания направилась на церковную службу. Помнится, модельер предыдущей хозяйки Белого дома шумно в знак политического протеста отказалась одевать Меланию Трамп. Имя модельера не припомню, но теперь оно и вряд ли кого-то интересует. Ведь в день инаугурации Трампа Мишель в своем платье с коротким рукавом рядом с Меланией выглядело как ее неизвестно, почему оказавшаяся здесь домработница, только что снявшая белый фартук. Или у вас другие ассоциации от этих двух нарядов? Ну и где здесь расизм? Или по логике Би-Би-Си домработницы обязательно должны быть темнокожими? О всех темнокожих в домработнице? Российский бред какой-то. Вот вам и Би-Би-Си. Ну не помойка ли? Еще и Кремль вплели.